Постарайтесь запомнить три совета. Как бы тяжело вам не было, в какой бы трудной жизненной ситуации каждый из нас не оказался, когда хочется позвать врача, позвать родных, близких, или скорую вызвать, или вообще просто покричать, потому что хотя бы кто-то услышал. Есть минуты, о которых мы еще не знаем, что ждет каждого из нас. И в первую очередь, первое, вспомните об Иисусе Христе. Просто вспомните, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, произнесите эту Иисусову молитву. Да, тут хочется позвать, тут заболело, там, может быть, кровоточит, но, Господи, в первую очередь, всякий, кто призовет имя Господнее, спасется по Евангелию. Призывайте имя Господне. Второе, после того, как призвали Господа, обязательно начните с Ним живой разговор, потому что мы верим в живого Бога. Это не просто моя молитва в пустое небо или никуда. Господи, я знаю, что Ты видишь меня, я знаю, что Ты любишь меня, потому что я возлюбил Тебя всем сердцем Твоим, всей душою своей и всем помышлением моим. Не остави меня, Господи, и начинайте этот живой разговор с живым Богом, вот с такой же верою, как Иаир, с такой же верою, как кровоточивая жена. И третье, попросив, а может быть, не ощутив сразу какой-то помощи, обязательно не забудьте про третье. «Достойное по делам моим приемлю, Господи, по грехам моим, но я знаю, Господи, что и волос по слову Твоему с головы моей не упадет без Твоей святой воли, Господи Иисусе Христе». Вот так. Старайтесь встречать любую беду, любую болезнь, какой бы кто из нас не заболел, в какой красной зоне не оказался, в какой бы беде и несчастье не был, вспомните о Боге Иисусе Христе, призовите Его святейшее имя, начните с Ним живой разговор, Его просите в первую очередь, и Господь подаст, и человек придет, и вдруг нужное лекарство найдется, и вдруг скорая подъедет, а вы вот хорошо врачи вовремя подоспели. Нет. Даже когда над тобой уже будут трудиться врачи, скажи, Господи, это от Тебя. Все те, которые мне помогают, это Твоя обо мне забота. Слава Тебе. А если уж поправишься, и все будет у тебя снова хорошо, не забудь, выйдя, положить себе на сердце. Отныне, Господи, каждую субботу вечер, как в преддверии воскресного дня. И каждое воскресное утро я буду с Тобою, воскресшим победителем смерти, с Моим живым Богом. Вот почему тогда человека не надо звать в церковь. Он сам поймет, как близко был с ним Христос. И, конечно, уже не удержится, не прийти, и не поклониться Святому Христову воскресению. И поэтому, дорогие, пусть Господь благословит всех вас добрым здоровьем. Я желаю вам мира душевного. Не враждуйте друг с другом. Пожалуйста, сейчас разделяют по разным признакам. Привитые и непривитые. Я прошу вас, мы христиане, и мы должны по одному только признаку различать людей. Ты любишь Бога или ненавидишь Его? И всякий, кто любит Бога, это наш брат. А кто ненавидит Бога, это еще человек, о котором нужно так много помолиться, не отвечать ему ненавистью, а этого мертвого душою подвести к живому Богу Иисусу Христу, который мы слышали сегодня в Евангелии, одним своим словом может сказать нашему родному или близкому мертвому душой неверующему человеку. Тебе говорю, встань. И он может ожить и снова прийти к Богу и ходить в храм вместе с нами. Поэтому никого не осуждайте, никому не досаждайте, и, как говорил Амбросий Оптинский, всем мое почтение. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok